Подзаголовок. День Торы. Пока Рэбхайм Беньемин странствовал, семья его должна была как-то жить. Мать госпожа Шлима Ривка боролась за любую работу, шила, варила, торговала, лишь бы заработать хоть немного и купить детям еду. На сытой, сдобной Украине стараниями коммунистов и божьим гневом было голодно. Старший сын Ехескель помнит их семейную экономию тех лет. Там не позавтракать, здесь не поужинать. Но недоед приходил к ним через мать, через ее любящие руки, и поэтому не резал, не колол, как могло бы. Есть формула, которая, конечно, еще нуждается в проверке. Там, где евреи проявляли меньше интереса к Торе, там большевики закрывали хедеры и отнимали синагоги с большей злобой и бесстыдством. В конце 20-х годов легальных хедеров в Умане уже не было. Но тайный хедер имелся, и Ехескель шел в него утром, смешавшись с толпой советских школьников, только поворачивал не туда, куда все. Однажды утром мать разбудила его, как обычно, и сказала, «Я хочу попросить тебя о чем-то, но прежде обещай, что выполнишь мою просьбу». Сыну было шесть лет, обещал. Мать продолжала, «У нас сегодня нет в доме еды, совсем ничего, но я прошу, чтобы ты все равно пошел в хедер, и я постараюсь занять, купить, и в полдень приду к тебе с едой». Ехескель отправился в хедер, стараясь не думать о еде и о том, что у него кружится голова. Через несколько часов она стала кружиться еще сильнее. Меламид отпустил его домой. Дом их стоял на холме. Ехескель начал подниматься в гору и вдруг потерял сознание. Он очнулся, облитый водой с ног до головы. Это соседи, увидев, что он упал, пытались привести его в чувства. Прибежала мать, отнесла домой, положила на постель, сунула в руку кусок хлеба. Потом навестила ее подруга, от которой у них не было секретов. Мать рассказала ей, что случилось сегодня утром. Подруга воскликнула, всплеснув руками. «Шли, Маривка, а если бы ребенок вошел в хедер после обеда? Это что, тюрьма, пожар? Да ты вообще могла бы оставить его дома?» Мать отвечала очень серьезно. «Нет, я не могла взять на себя такое. Сейчас, когда Тору запрещают и за нее преследуют, Каждый день учебы ценится на вес золота. И даже каждый час. Так она жила, так воспитывала детей». ЭТОМОНЕЦ voi тратить. Продолжение следует...